В Георгиевском храме собрались священники Видновского благочения, чтобы принять участие в 24 эпизоде проекта «Стихи живут повсюду». Идейный вдохновитель мероприятия Наталья Замарина признается, что при организации нынешней встречи ей пришлось преодолеть ряд трудностей, прежде всего, личного характера. Мне было очень непросто, потому что я привыкла подходить к батюшке на исповеди. И подходить к батюшке с какими-либо предложениями светского характера я не знала как. Но мне очень помогла Елена Витальевна, секретарь благочинного отца Дмитрия. И мы написали письмо в Видновское благочение и получили благосклонный ответ. Священники Видновского благочения прочтут стихотворение поэта Серебряного века Николая Гумилева «Слово». Нынешние чтения посвящены Дню славянской письменности и культуры. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не смахивал крылами, звезды жались в ужасе куне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово сред земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и, как пчелы в ульи опустелом, дурно пахнут мертвые слова. Чтение произведений русских классиков в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходит раз в месяц. И организаторы не раскрывают, кто станет следующими участниками. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова